Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов». Сегодня перед нами 12 глава, 25 стих, это финальный стих 12 главы, и 13 глава, первые 12 стихов. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Аварнава и Саввел по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигир, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника Исаввел. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне, Варнаву и Саввла, на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селивкию и оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Саввла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Саввел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами обращаем свой взор на книгу «Деяний». Сегодня читаем с вами 25 стих, финальный стих 12 главы и 13 глава, первые 12 стихов. История о проповеди проконсулу Сергию, Сергию Павлу. В сегодняшнем отрывке говорится о той проповеди, которую начали нести апостолы за пределы территорий палестинских. То есть начинается постепенная миссия за пределы, скажем так, такого иудейского анклава. И здесь речь идет не о государственном анклаве, а именно о национальном. То есть выход за пределы ветхозаветного народа Божия и формирование нового народа Божия, Церкви Христовой, нового Израиля. Итак, Варнава и Саввел по исполнении поручения возвратились в Иерусалим, в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. Итак, в Антиохии, куда прибыли Варнава, Саввел и Иоанн Марк. Кстати говоря, Иоанн Марк, это, скорее всего, тот самый Марк, который написал Евангелие. Евангелие от Марка, и это племянник апостола Варнавы. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Перечисляется. Среди них, кстати, был и совоспитанник Ирода-чертветовластника, а Ирод, в свою очередь, воспитывался при дворе римского императора. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Саввел на дело, которому я призвал их». Это дело проповеди. И мы видим, что действительно Дух Святой направляет их. Это не их, скажем так, какая-то личная амбиция, а это направление Духа Святого. И в этом смысле это большой пример для всех нас в том, что мы часто приходим в церковь со своими ожиданиями. Мы часто приходим в храм и становимся церковными людьми, и у нас перед глазами какой-то пример. То, что нам, например, нравится. Кому-то нравится клиростное пение, кому-то нравится мистическое богословие, скеза, монашеский путь, кому-то нравится социальная работа и так далее, и так далее, и так далее. И мы пребываем в церкви, потому что нам нравится здесь что-то выполнять. Мы себя здесь находим. Но очень важно, что наша главная задача – это не подражательство, а жизнь согласно с волей Божественной, с волей Духа Святого. И не всегда нам нужно выполнять то, что только лишь нам нравится. Есть некая осознанная необходимость, в которой раскрывается наша свобода внутренняя – свобода быть в церкви. Но это подразумевает некое послушание и смирение. И вот здесь точно так же. Дух Святой направляет. Не апостолам это нравилось и хотелось сделать, а Дух Святой укреплял и наставлял их на это дело не е. Он призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. То есть община совместно благословляет, молится и дает, так сказать, свою санкцию на это великое дело – дело проповеди. Благословляя и возлагая руки на Фарнаву и Савла. Итак, эти, Варнава и Савел, быв посланы Духом Святым, пришли в сели в Киев и оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейские, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхвал же пророка иудеянина именем Вара Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Итак, мы видим, что они прибывают на Кипр и там проповедуют в синагогах иудейских. Ну, естественно, логично. Всегда апостол Павел следовал этой тактике – начинать проповедь с синагоги иудейской, потому что именно там люди, сведущие в Писании, и знают пророков. Поэтому легче начинать свою проповедь с апелляции к текстам пророческим, особенно если эти тексты пророчески значимы для вашей аудитории, и они с ней знакомы. Поэтому всегда с синагоги начинал апостол Павел, уже потом дальше это все распространялось, если в синагоге не принимали. Они встречаются с неким иудеянином, да, имя которого Вар Иисус, но дальше он называется Елима Волхв. Так или иначе, этот Елима Волхв, он был, скажем так, советником проконсула Сергия Павла, сказанным мужем разумным. И этот Елима Волхв противился апостолам, стараясь отратить проконсула от веры. Но Саввел же и Павел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, обличает, заметьте, здесь Саввел уже называется Павлом. Дело в том, что апостол Павел был римским гражданином, там было принято иметь несколько имен, да, Цицерон, это ведь прозвище, Луцианэ Синека, Цицерон, Цицерон Кудрявый, да, означает. Соответственно, такие вот прозвища были у людей, соответственно, апостол Павел тоже себе берет такое имя, более привычное для уха, и, возможно, он как раз-таки берет себе имя вот от проконсула Сергия Павла, вот этого мужа разумного, которого он и обращает в веру. Елима Волх противится апостольской проповеди, но апостол Павел, устремив на него взор, сказал, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. То есть это временная слепота, как знамение присутствия власти Божьей. Это не кара на всю жизнь, это именно вразумление и свидетельство знамения Божия. И вдруг напала на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. И проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь, учению Господню. Девясь, вот это его присутствие, зримого присутствия небесного царства в словах и поступках апостолов, представителей, свидетелей этого царства. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем мы унывать, Царство Небесное, внутри вас есть, как говорит Господь. Поэтому ищите и обрящите, стучите и отверзится вам. Никогда не унывайте и веруйте в воскресшего Спасителя. Молитесь и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова